Карельская перешейка Карельская перешейка Карельская перешейки Гильза наша обрезанная, латунная 45 мм П рука И вот такая вот большая советская гаубичная гильза Латунная 1939 года выпуска такая вот это гильза но шов покопаешь там товарищ тоже ходит сейчас еще там тоже кое-что накопал сейчас закончится я мы пойдем посмотрим о это знак стоп-сигнал по ходу был такой вот красненький внутри порезаны так чуть еще лента пулеметная от максима брезентов и только вот вторая часть знака нашлась как большого у меня поменьше так лента пулеметная максимум с патронами вот здесь же обойма с патронами линтовки манельхер каркано вот бачок такой вот прикольный медный от чего-то нашелся такой вот он муж техники с какой или еще чё явно под гсм на интересный интересный дорогой а еще ножичка вот железный железный ножичек столовый такой вот интересность и к штучке попадается вот нашел еще одну ям сейчас копаю вот уже что-то стал попадать это мусор прикольный кирпич попался еще до нас вот прикольно то что он еще так что посмотреть он и прямоугольная такой на конус идет и вот это непонятная запчасть и лопатка такая наша вылезла мало с этого лопаты прикольная ну под уставшего маленько конечно но на принципе даже тут есть клейман коминтерн и здесь год 1938 похоже а плохо видно вот и тут он смотрите чего вылезает пола думал винтовка мощно это не мощно это лайка финская винтовка надо чистить и земли посмотреть коллис такая вот винтовка финская лайка ну будем дальше копать посмотрим что-то еще где-то чтобы до ушечка любимая очень интересно еще так немножко чисто она лучше заснять смотреть вот винтовка финская зона называемая лайка вот ну все будут попадать вот ты ли как него тут от нее запчасти всякие подсумок два штуки тут было подсумки немецкие еще на первую мировую войну трехсекционные у финнов иногда попадаются ну к сожалению в песке стояние сами видите какое вот это один подсумок вот часть еще одного подсумка врезанный к тому же вот вот у нас половина фары выскочила тогда вот масленочка наша крутой болт прикрутил то есть не болта винт 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 гайку для кого он огромный забавно всякий инструментарий попадается это ключ маленький такой вот потом вот здесь толотница вот такая вот попалась да чет болты всякие дворник рессоры вот рессоры напильник такой здоровый потом напильник поменьше здесь вот ключ такого торцевой ключом почему-то на конце он кота латунный вот пара зубил вот одно зубило вот второе зубило это непонятно что то часть дворника только ты шум пол напильник поменьше в общем как-то так всякий мусор вот это вот не знаю что это кусок бампера к бутыли для бампер небольшой ну не знаю такая вот штуковина ну в целом уже видите тут я мы пока еще не докопала уже интересно было да ну что вот такая вот картина получается вот такая вот покопаем еще чудов можно хоть забрать с собой пока такого ничего толком много всего ну как минимум интерес просто копать все кто занимается или решил заняться поиском луны ландшафт рекомендует надежный проверенный магазин у деда мити огромный ассортимент товара фирменная продукция официальная гарантия акции конкурсы и система трейд-ин особые скидки для поисковых отрядов для зрителей же канала луны ландшафт и есть возможность получить скидку или приятный бонус просто назвав промокод луны ландшафт специальная ссылочка прямо под видео а для тех кто любит ходить за покупками пешком и есть отличный офлайн магазин в подольске магазин у деда мити лунный ландшафт рекомендует продолжаю копать всякие тут мусор вылезает запчасти он дверь от двери точнее ручка вылетела чем там ключ какой-то так ой тут у нас еще прикольная находка итальянский штык нож в ножнах итальянский складной штык нож манлихер каркано код образца там 39 года что ли недолго он у них послужил потому что конструкция не очень штык складной разбалтывается так ничего хорошего в таких конструкциях нет ну такой неплохой в ножнах нужно то такие подуставшие можно частенько попадается но клинок внутри должен быть хороших даже деревяшки накладочки тоже под сохранились вот такой вот итальянский штык нож среди металлолома валяется тут понимаешь лежит да ну не просто такой на звонить что много всяких запчастей тоже по лесу валяется в принципе это звенеть а также так одиночно будет лежать будет звенеть как как-нибудь запчасти от техники я вот закончил буквально отошел тут низкой метров и прелесть еще одна крышка от котелка шведского из нержавейки вот такая красивая вся в красочке ручка стальная тут обычное железо ничего не поделаешь на она крышка прям вообще огонь просто огонь такая вот так что о есть еще что-то даже попадается запчасти от печки всяких ломбан финский мощный такой нашелся нормально забыл забыл некоторые находки показать заснять нашел просто вот по весне нашел вот такой вот венкер немецкий это вот бошевский я немножечко почистил но еще не разбирал вот тут он только пострадал поворотник электромеханический поворотник немецкий на римбате найден финском но другом так что тут у нас тех кто сказать а кстати вот тут где-то клеймо есть ну-ка сейчас посмотрим видно не видно он там больше написано неудобно тут как-нибудь сейчас попробуем что-то джермании там импортит таки дела вот и тут сейчас нашел такой же точнее такой же по размерам такой же с похожим креплением тоже венкер но его видимо свернули при езде на транспорте видимо какое-то дерево и все сходы такой не очень я решил подразобрать посмотреть все внутрянку так не жалея вот я вот тут под раскурочил думал показать муж кому интересно будет а чё у него внутри ну собственно вот электричество проводок вот идет такой чуть-чуть здесь у нас катушечка медная пожалуйста вот такая значит привод электромеханический вот и сам флажок который тыц-тыц значит высовывается с такими внутри у нас лампочка там вот пластинки полупрозрачные спорта пластика оранжевого сделаны внутри даже как это рисуночек нанесен в том венкере примерно тоже похожая система вот не знаю что это было за фирму он не точно такой же может это не больше скорее всего не больше чего-то другое вот непонятно что в общем такая вот храновина как-то она выглядит внутри эта штука вот так вот высовывалась но правда соус а побольше так вот что-то как-то и и сгоралась на вот ну разобрали посмотрели так не жалея потому что состояние не очень это хорошенький этот над попробовать аккуратненько это разобрать но пока что-то не разбирается вот тут винтик один есть но чё-то пока он еще один кстати в общем надо будет как-то попробовать похимичить такой вот такие вот венкер уже четыре штуки в этом году так но смотрите тут в ямке где нашел крышку от шведского котелка из нержавейки попал и следом крышка от финского котелка алюминиевого 38 года вот так вот крышка и кружечка алюминиевая ее надо чистить возможно это не наша потому что ручка стальная у наших были алюминиевая от остальная ручка хороший сохранить в принципе вот и тарелочка к сожалению с утратами финская тарелка на прикольно это с эмблемой финской тяжелой артиллерии камеру то до сих пор еще не починила пока найдешь где нормально починить до денежки соберешь на скребешься в общем у нас тут всяческое накапывается так еще одну яму то что всякий автомобильный мусор и вот что интересно стол от трех линейки винтовки мусина был водку прямо яму вот разобрали тут винтовку вот аккумулятор такой весистый бакелитовый нашелся целый так то он выглядит такой аккумулятор ствол от винтовки как коробочка самодельный этот не наш этот что-то не складывали гайки шурупов проволочка медная вот такие еще находки бывает еще гильза попалась авиационная от браунинга сорок третий год обычно 41 42 тут он 43 прикольно и ручка котелка финского отломанная всякий цветмет лопата тут куча всяких крепежей капсульная втулка всякое разное скажите мне это вдруг снежок пошел чуть-чуть и у нас тут помоечки нарисовался разное всякое к тело кодка финский алюминиевый такой неплохой закопченный вот га что-то немножко подъел а потом прикольно телочек тюбик был непонятный не встречал ранее и патрончики такая бутылка это поле царская то ли немецкая это старинная похоже на немецкую все на первую уху на первой мировой такие бутылочки из-под пива такая вот финская с фарфоровой пробкой бок бутылка алка стандартно финская медика бутылочка соответственно медицинка с этими настойками вот такая вот только прикольная . это царская что ли не видал таких вот он буковки пишут непонятно такая длинная тоненькая прикольная это у нас молоко и вот еще бутылка вла коричневая с отбитым горлом вдруг стеколей нарисовался тут еще эта штука такая накопалась мне еще такая вот кто провод к ней прилеплен хреновина такая полая железная без отверстий что это было неясно грибок можно сказать так еще пара помойчик накопалось разного всякого бытового основном тут не сумма банка какая-то мне кажется даже советская что ли баночка компот горчичка горчичка чем это на дне это единичка горчичка единичка так пробочка пивной бутылки по нему симпатично порфориус гильзы так что-то еще вот еще одна пивная бутылка финская от нее пробочка такая оба лахте такая что медик еще одна нашлась только уже большая на этот раз вот только 2 пол-литра наверно поменьше мощно все было вот тоже такая пивная типа но пробка пустая сама битая бутылки алка в количестве раз два три четыре и вот здесь еще 5 даже до сих пор он куда сок то ли вино что-то такое такое красивое наверно пить не стоит что еще такая фигурная алка попалась необычная наверное алка просто клеймо странное не видал таких когда у финнов нб49 так чё тут еще специи финские паулик такая вот красивая бутылочка такой вот парфюмчик синего стекла этикеточка должна будет аккуратненько помыть может быть что-то будет видно снизу там даже это надпись есть это трансмерии прикольный бутылёк медицинка обычная 100 миллилитров финская соответственно пара батареечек банка с гуталином из колпачка артиллерийского такая подставочка у них было они тут красочку в ней разводили что красили наносили наверное эмблемки вот такая резиновая троечка есть это пробочка алюминиевая всякие пробочки пробочки где там еще спряталась чернилка вот такая вот с пробочкой так это банка это лыжной мази не знаю с монеткой монетка у нас тут монетка ну кася ты грязная монетка этом 21 год что ли секунды до 21 год девочка я старенькая сто лет это уже эти порядка получается такое можно и спросить вот все от пенни то еще всякий мусорец дело идет дело идет идет дело дело так что у нас сейчас прошли счет стемнело уже состоим обратно такую зубила нашлось медицина финская на 100 миллилитров запчасти от противогаза рыло шланг сам вот главный взрыватель если риски финский кусок каски с попаданием адским по моему шестиклепочка было вроде так их можно нужно на первую мировую войну еще австро-венгерские под русский штык такие вот они делали для трофейных штуков вот уже находил немецкие это австро-венгрия такой подуставши конечно для для вида для полочки можно шлифануть будет иметь вид в принципе такие вот нужно что-то нужно видно общение вот ну все все рассеты цветнина так что ну и металлому это уже все собрали металлолом весь так что тело дела все сейчас поедем обратно всем привет ставьте лайки подписывайтесь жмите колокольчик и и и и и и увидимся в следующий раз это был лунный ландшафт и финские финские что у нас финские финский металлолом пипец конечно чувство это нас не а и и и и и и